Тимур Муцураев. Где сейчас легендарный чеченский боевик с гитарой? В 90-е годы этот чеченец стал известен почти на всю Россию, хотя воевал именно против нее. И не только с автоматом, но и с гитарой в руках. Имя парня – Тимур Муцураев. Песня Муцураева, несмотря на их понятный характер, уже в 2000-е годы можно было услышать по всей России. Но вот биографии самого Тимура Муцураева мало кто знал. Жизненный путь Тимура Муцураева. Родился и вырос Тимур Муцураев в Грозном, хотя родовые корни идут из знаменитого села Старые Атеги, Йокха-Атакэла. В детстве и юности Тимур много занимался спортом, даже стал чемпионом по карате Чечено-Ингушской АССР. Первое чеченское. В 1994 году Тимур оказался в рядах вооруженных формирований Джохара Дудаева. Находился в рядах элитного подразделения бригадного генерала Чи Руслана Гилаева, так называемый Гилаевский спецназ. В декабре 1994 года Муцураев воевал против штурмовавших Грозный федералов. Однако стал известен Тимур Муцураев не как боевик, а как бард. Дело в том, что с детства обожавший гитару Муцураев решил записать несколько своих песен на кассету. Прямо на коленке, на обычном магнитофоне, под акустическую гитару, Тимур и создал дебютный альбом добро пожаловать в ад, в честь знаменитой надписи на подступах к Грозному. Сделанные для устрашения российских солдат. Тексты для Тимура Муцураева сочинял его старинный приятель Аслан Яричев. Почти все свои композиции Тимур записывал по-русски, чтоб их месседж понимали и те, кто не владеет чеченским. Все песни Муцураева вначале расходились лишь на кассетах, интернета еще не было. Безо всяких гонораров автору, безо всякой раскрутки. Но успех имели фантастический. Кто слушал Муцураева? Стоит отметить, что, хотя большинство песен Тимура Муцураева носили отчетливо антироссийский настрой, слушали их отнюдь не только боевики Дудаева. Немного хриплый, окрашенный легким чеченским акцентом голос Барда, в Чечне 1996 нередко доносился из российских позиций. Несмотря на запреты командования. Ведь Муцураев, как ни крути, пел об ужасах войны в Чечне. А значит нехило задевал и души российских военнослужащих. Что сейчас с его творчеством? В середине и конце 90-х Тимур Муцураев записал еще два альбома, Гилаевский спецназ и Рай под тенью Сабель, вышли в 1996 и 1997 годах, соответственно. А затем вышел знаменитый Иерусалим, одну из композиций которого взял к себе в войну Алексей Балабанов. В 2001 году Тимур выпустил заключительный альбом, Иншаллах, Сады нас ждут. Ныне композиции Тимура в РФ запрещены по решению суда. Даже за распространение их в социальных сетях можно получить немалый штраф. Рассказывают, что даже самого Муцураева как-то наказали на тысячу рублей за его песни. Как сложилась судьба Барда? В 1999-2000 годах Тимур Муцураев снова воевал против российской армии. Получил серьезное ранение, уехал в Турции, где долго лечился. Спустя несколько лет, с разрешения Рамзана Кадырова Тимур Муцураев вернулся домой в Чечню. В обмен Барт записал короткий ролик, где признал свою былую неправоту во взглядах. Ныне Тимур более песен не записывает, уединенно проживает в старых Атагах, где возглавляет дворец культуры. От интервью с прессой категорически отказывается.